Общее сведение. Послеродовая язва шейки матки непосредственно связана с процессом родоразрешения и инфицированием родовых путей. Послеродовую язву шейки матки относят к ограниченным формам послеродовой инфекции, которая развивается на фоне травмирования шейки. Матки при стремительных, затяжных или оперативных родах через естественные родовые пути. Внутренние разрывы на шейке матки чаще всего образуются в конце первого периода родов при неполностью открытой шейке и могут служить входными воротами для инфекции. Вследствие инфицирования трещин или разрывов слизистой цервикального канала может сформироваться послеродовая язва шейки матки. На ее поверхности происходит некроз тканей с образованием гнойного налета, развивается отек и гиперемия близлежащих тканей. Послеродовая язва шейки матки рассматривается как определенный этап развития единого инфекционного процесса в организме родившей женщины. На стадии послеродовой язвы шейки матки инфекция локализована в пределах матки, но при обширном поражении и неправильном лечении может привести к развитию осложнений, вплоть до генерализованной септической формы. Процессы заживления послеродовой язвы шейки матки нередко бывают нарушены и значительно замедлены, что может привести к хронизации воспаления. Послеродовая язва шейки матки Причины образования послеродовой язвы шейки матки Послеродовая язва шейки матки развивается при проникновении микроорганизмов на поверхность послеродовой раны цервикального канала. Появление послеродовой язвы шейки матки может вызывать патогенная микрофлора, гонококки, трихормонады, хламидии, микоплазмы. При снижении иммунитета возбудителями после родовой язвы шейки матки могут выступать условно-патогенные микроорганизмы, золотистый стафилококк, гомолитические и анаэробные стриптококки, лактозонегативные энтеробактерии, протеи, клипсиела, гомолизирующая кишечная палочка, облигатные и факультативные анаэробы, кластридии, бактероиды, пептококки, пептострептококидеры, а также ассоциации микроорганизмов. Факторами риска развития после родовой язвы шейки матки является осложнение родовой деятельности, преждевременное излитие амниотических вот затяжные роды при крупном плоде, маточные кровотечения в процессе родов и раннем послеродовом периоде, оперативные роды с травмой родовых путей, родовая травма, длительный безводный интервал в родах нарушение санитарно-эпидемиологического режима, инвазивная диагностика во время беременности родов, трансцервикальный амниоцентис и амниоскопия, прямая электрокардиография плода, хирургическое лечение и стмико-цервикальной недостаточности, частые влагалищные исследования при разрыве оболочек плодного яйца и ручное обследование полости матки могут служить причинами послеродовых осложнений в ТЭТ. Часть послеродовой язвы шейки матки. Наличие урожениц и хронических инфекций половых органов способствует развитию воспалительного процесса на месте послеродовой травмы и формированию послеродовой язвы шейки матки. Симптомы послеродовой язвы шейки матки. Послеродовая язва образуется на месте послеродовой травмы шейки матки обычно на 3-4 сутки после родов. Местная симптоматика послеродовой язвы шейки матки характеризуется наличием плотного гнойного налета серо-желтого цвета на поверхности. Раны признаками воспаления покраснением и отечностью периферических тканей, кровоточивостью пораженного участка. Послеродовая язва шейки матки может сопровождаться субфибрильной температурой, болезненностью, общим недомоганием. При распространении инфекций за пределы шейки матки развиваются кальпиты, вульвиты с типичной для них симптоматикой, сжением, белями, зудом, гиперемией, слизистой. Обычно через 4-5 суток температура нормализуется, самочувствие улучшается. При благоприятном течении послеродовой язвы шейки матки происходит очищение раны от налета и ее эпителизация. В противном случае возможна генерализация септической инфекцией. Диагностика послеродовой язвы шейки матки Диагностика послеродовой язвы шейки матки основывается на клинических симптомах данных гинекологического осмотра лабораторных и инструментальных исследований. Гинекологический осмотр с помощью зеркал выявляет раневой дефект на поверхности шейки матки покрытой фибринозно-гнойным или гнойным налетом отечности гиперемию окружающих тканей. В крови при остром процессе обнаруживается повышение лейкоцитов и соя. Возбудителей послеродовой язвы шейки матки можно установить методом ПЦР диагностики или бактериологического исследования выделения из цервикального канала. Бакпозив проводят до начала антибактериального лечения. Дополнительно гинеколог может назначить проведение кальпоскопии, ультразвукового исследования, гистероскопии, термографии и ДРЭ. Лечение послеродовой язвы шейки матки При послеродовой язве шейки матки основным методом является местное лечение, которое направлено на удаление гнойного отделяемого антисептическую обработку рана и ускорение процессов регенерации. Если на шейку матки наложены швы, их необходимо снять на время лечения. Послеродовую язву шейки матки очищают от гнойных налетов наложением стерильных марлевых турунт с 10% раствором хлорида натрия, фурацелином. Мазевыми аппликациями с антибиотиками, хлорамфиникол плюс метилурацил, эмульсия синтамицина, мазь вишневского, некролитическими ферментами. Цигерол, трипсин, химотрипсин. Салфетки меняют каждые сутки, до того времени, пока язва не очистится от гная, как правило это занимает несколько дней. Эпитилизация послеродовой язвы шейки матки обычно заканчивается через 10-12 суток. При небольшой поверхности поражения послеродовая язва шейки матки заживает вторичным натяжением, при обширных ранах накладывают швы. После заживления ушитых глубоких разрывов может развиться рубцовая деформация шейки матки. Этот дефект впоследствии корректирует с помощью лазера, радионожа или хирургических методов коннизации шейки матки бужирования. Цервикального канала